Азербайджан Победа была отдана Рахимовичу Киеву Но, конечно, поклонники азербайджанские Болельщики азербайджанские Они сказали, что если бы в Азербайджане Этот бой был, возможно, и в Азербайджане Была прозвездена победа Да, внимательно наблюдать за этим поединком Я думаю, что Он будет Да, нельзя Если команда уносит удары Да, ну а здесь, помимо всего прочего Конечно, это не интерные перчатки Турни-то очень хороший, но статус здесь все равно другой Это чемпионат мира Здесь еще напомним, что В этих двух категориях до 91 И свыше 91 Для получения олимпийской лицензии Необходимо выходить в полуфинал Так что здесь накануне путевка в Пекин Помимо места в полуфинале Ну что, 1-1 Я не думаю, что здесь сегодня будет очень крупный счет Вперед головой немного летит Азербайджан Понятно его стремление Тут отограться за поражение Скорее не гради Но вот насколько позволит ему это сделать Такий Большой вопрос Потому что он тоже учел Свои недостатки того боя Я думаю, будет сейчас стараться Не повторять их Вот правая рука работает неплохо Но нужно доставать все равно Подшагивать вперед вместе с ударом А он стоит на месте А бросает только руку вперед Очень трудно доставить Двигаться на ногах Мало того, двигаться Еще и вперед идет Очень агрессивный Ализабель Не опасно движение головой делать Нужно разрывать здесь дистанцию Либо отталкивать И проводить тут же атаку Из двойки Как это делал Саид Вот правая рука Причем Ализабель уже Ну все, там осталось 4 секунды И он, по-моему, подумал Все, ясно И ничего И вот это очень ценно Очки набранные В самом конце раунда Ну неплохо Ализабель Я хочу сказать Неплохо В этом поведенке Мы видим, что Ализабель Пока никаких трудностей Здесь не испытывал Легкого юрландца Джонес Уинни Выиграл бой досрочно После Ну вернее перед этим Как раз его на нит Он победил досрочно А Суинни Уже Убился, что там, 28-5 Что касается Ализабель То тоже Точно так же Досрочно выиграл бой У колумбийца Фулио Бланко Ну а затем Победил украинца Вместе с ПЦК И выше ростом Ализабель И конечно Преимущество И он поплотнее Может быть сложен Хотя тут трудно сказать Точный вес мы не знаем Но это до 91 килограмма Вес спортсмена И обратите внимание Вот оба правосторонние Стойки работают Кэрштарат здесь Достаточно аккуратно В этой весовой категории Уже Нельзя сказать Что главное Это обозначить удар Да, что Здесь решать Количество ударов Здесь-то ребята Настолько мощно бьют И повезло Ализабель Прежат Канапа И молодец Молодец Сейчас просто Рахим Правда и Ализабель Тоже попал Он тут удар-удар Но более собран Более Так сказать Акцентирован Нацелен на удар Конечно Чехтиев И он является Хозяином положения В ринге Это тоже Нельзя не учитывать Да, он пытается Не выпускать Инициативу Из своих рук Поддавливает Два достойных Соперника Держит Держит Уже Откровенно Держит Ализабель Рахима Ну и в ответ Мгновенно Получает Ализабель Там Нанес Два удара Здесь не было Удара Да, потерял Равновесие Ализабель И опустился На помост Рим Достаточно Грамотно Разбирается В ситуации Третий Этого Боя Ализабель Держит Держит И, конечно, здесь эмоции превалируют все-таки, мне кажется, над разумом. Здесь нужно как-то успокоиться и более осмысленно проводить свои атаки. И не бросаться так, сломя голову вперед, бежать. Потому что и тот, и другой здесь могут нанести очень сильные удары. Ну и больше голова страдает, мы видим, в повторе у Ализаде сейчас. Что вот сейчас Ализаде предпримет, что ему скажет тренер. Потому что отставание довольно-таки серьезное. И, по ходу, самого бой-то. Достаточно уверенно себя чувствует Рахимович. И те, не сомнения. Чувствую, что и сидишь, и он готов очень хорошо. По углам, что там произошло. Все время подсказывают тренеры. Вот-вот-вот. Ну, безусловно, начинать все атаки. Стараться нужно чередуя удары и в туловище, и в голову. И тогда трудно будет предсказать, какой следующий момент удар будет лететь. Или в голову, или в туловище. Я не могу понять, в чем сейчас план Ализаде. Вот он вышел, 30 секунд уже просто стоит. Ну, понятно, что просто лезть нечего сиева это самоубийство. Но ему то, что-то надо придумать, он проигрывает. Он стоит и ждет, что будет адековать Рахим. Но Рахим-то пойдет вперед, но он пойдет очень аккуратно. Просто так раскрываться он не будет. Ну, и тот, и другой выжидают. И подсказывают секундам, когда приходится останавливать бой. Не держит, откровенно держит Ализаде. Вот видите, на средней или длинной дистанции лучше получается у Ализаде удара. Но их блокирует совершенно четко Рахим Чехиев или быстро приближается, сокращая дистанцию. Либо вот за счет ударов, которые он мгновенно бросает вперед, проводит. Подготовлено сейчас Чехиев. Не Чехиев, а Ализаде полез на Рахима. Рахим его встретил. Это первая очка в этом раунде набрана. Но Рахима-то полностью устраивает. Вот эта позиционная борьба. Конечно, и он правой работает гораздо интереснее. А вот когда-то какие-то такие сейчас наивные попытки с Витером размахнуться. Держать нельзя. Судя по рефере должен это замечать. Ну, напряженно, надо сказать, складывается этот поединок. Ну, и равные по силам соперники. Что тут говорить. Но молодец вот Рахим Чехиев. А как нужно выигрывать этот поединок? Значит, нужно идти вперед. Ну, он заработал преимущество. И в третьем раунде он вышел. Он был готов, как мне кажется, к атакам Ализаде. А, наверное, процентов 70 раунда Ильичин просто отстоял. Отстоял рядом и ждал, что ему какой-то подарок на блюдчике. Не знаю, с какого цвета каемочки. Наверное, с красной четки. В красном сегодня углу ринга. Рахим Чехиев. Что он преподнесет? Ну, вот выяснилось, что там у кого выиграл, да. В том числе и представители Украины. Кои-то извиняют. Нет, просто я к тому все, что у Ализады-то как надо вперед идти. Что-то придумывать. Тут дело не по очкам. 5-13, 8 очков он играет, отыграет за раунд. Но учитывая, что он-то боксер бьющий, что это очень серьезная весовая категория. Как раз здесь-то есть надежда на нокдаун. А там может быть и развитие успеха. Да оба собраны боксеры сейчас. В меньшей степени, может, это относится к Ализаде, потому что руки у него на уровне живота, груди. А вот здесь рефери совершенно справедливо делает замечание, что нужно бить. И голова тут дергается у Ализаде. Суровый рефери из испании. У него сейчас, по-моему, даже интереснее смотреть, что на боксера. Да. Ходит с суровым взглядом. На лице его считается, ребята, я его сейчас вообще выгоню отсюда. Но, с другой стороны, этот вес – это не шутка. Вот, как мы видели, так весит 48 килограмм накануне. Два боксера на друга смотрели. Мы отменяли с ударами здесь спортсмена. А здесь, здесь просто опять же. Это считает тоже подготовка ударов, вот все, что сейчас происходит. Ну, каждый знает силу друг друга, вот, один другого. И поэтому, естественно, никто не хочет тут рисковать. Тем более, остается совсем немного времени. Четвертый раунд, а один удар может решить здесь все в этом поединке. Весовая категория предполагает это сделать. И еще раз здорово левый достал сейчас Рахим Чехкиев своего соперника. Здесь надо рисковать, иначе победы не будет. Ну, рисковать для Рахима, думаю, все-таки не надо. Но не выключаться раньше времени – это да. 20 секунд, подвигайся, подвигайся. Подсказывают наши секунданты Рахиму. И он начинает двигаться как раз. Зря вот сейчас в угол сам себя Рахим завел. Совсем немного остается времени. Спортсмены это чувствуют. И я думаю, что не будет тут предпринято уже никаких действий. Выигрывает. Молодец, молодец Рахим Чехкиев. Ну что, можно подводить итоги вот этой первой половины, которую мы посмотрели. Четверть финалов. Итак, сегодня из девяти наших боксеров шесть уже. Наверное, пять поединка провели. Геннадий Ковалев вышел в полуфинал без борьбы, ввиду неявки соперника. Так вот, из шестерых пятеро вышли дальше. К сожалению, уступил Георгий Балакшин. Ну, еще троим. Нашим предстоит сегодня свое мастерство продемонстрировать. Сергей Водопьянов, Артур Бетербиев и весовой категории, свеже 91 килограмма, Ислам Тимурзиев против Майкла Хантера. Это один из самых ожидаемых боев вечера. Так что, обязательно посмотрите вторую часть нашей трансляции. Ну, а пока что очередная поднятая вверх рука российского боксера. В общем, начало четверть финалов можно считать вполне удачным. Ну, а мы с вами расстаемся, но не прощаемся.